Ронни Колман – феноменальный атлет, который своими невероятными объемами, массой и сухостью мышц всегда вызывал как восхищение фанатов экстремального культуризма, так и неприкрытый негатив сторонников эстетики и так называемой «золотой эры». Но факты, против которых не попрешь, 26 побед Ронни в статусе профессионала, которые, правда, усилиями Декстера Джексона уже не являются рекордом, а главное – 8 побед на Олимпии. Многие как раз и ассоциируют Бегрона с периодом доминирования, забывая или, может, не подозревая о том, что путь Колмана к успеху начинался с череды поражений и не самых удачных стартов. Тех же Олимпий, значит, у Ронни аж 15, и сегодня мы вспомним каждую из них. 1992 год. Дебют Колмана на главном турнире. Для сравнения, Дориан Йейтс на своей первой Олимпии стал вторым, Кевин Левронни тоже сходу взял серебро, Фил Хитт в 2008 начал с третьего места, а Ронни не попал даже в топ-15. И это вопрос не только формы Колмана, хотя вы видите, что он тогда был куда легче своих будущих массивных версий, но и конкуренции. В 90-х общий уровень атлетов просто зашкаливал, и Ронни, конечно, понимал, что ему есть куда расти. Олимпию следующего года Колман пропустил, а в 94-м занял 15-е место за Милошем Шарчевым и Тьери Пастелем. Мы видим, что спустя два года Ронни стал массивнее, прибавил в объемах спины и ног, но с учетом общего уровня требований к детализации и жесткости, форма Ронни не позволяла ему претендовать даже на топ-10. В мае 95-го года Ронни одержал первую победу на про-турнире, Торонто-Монреаль-Про, а уже в сентябре стал 11-м на Олимпии. Колман уже обходил в плане кондиции иных соперников, в том числе в задних позах, но все еще был в пути к собственной планке запредельного качества и жесткости. А это уже снимки с Олимпии 96-го года. Ронни совершил очередной значительный рывок в массе и качестве, как результат уже шестое место в итоговых протоколах, и вот этой формой Ронни уже напоминает самого себя в лучшие годы. Но Дориан все еще был недосягаем. Олимпия 97-го года и сюрприз. Колман становится только девятым. Его опередили в том числе Ли Прист, Жан-Пиер Фукс и Крис Кормье. Масса, пропорции, достаточно узкая относительно плечевого пояса талия – все при Ронни. И хотя по снимкам он смотрится весьма достойно, все же это только фото. И вживую форма Ронни судей не впечатлила. Тогда же Ронни обратился за советом по улучшению формы к Флексу Уиллеру, и тот направил его к эксперту по питанию Чаду Николсу. Последний пересмотрел рацион Коумана, увеличил продолжительность кардио до двух часов в день, и Ронни совершил не просто шаг, а внушительный скачок вперед. 98-й год. Дориан, как оказалось, завершил карьеру, и место на троне оказалось вакантным. Вопрос, кто его займет – триумфатор Арнольд Классик 98-го Флекс Уиллер, серебряный призер прошлой Олимпии Насар Эльсан Бати, Кевин Левронни или Шон Рэй, которые уже давно боролись за золото Олимпии, или победитель Торонто Про и Ночи чемпионов Ронни Коллман, стоял до самого последнего момента. Интересно, что после первого раунда Ронни шел только на третьем месте, а большая часть судей отдавали победу эстету Флексу Уиллеру. Но в последующих сравнениях судейская коллегия резко изменила свое решение, и Ронни вырвал победу Флекса с преимуществом всего-то в три балла. В очередной раз все было спорно, но нельзя не отметить, что Коллман за счет более жесткой подготовки с акцентом на кардио и диету выставил просто отменную форму. Массивный, глубокий, сухой – все эпитеты касательно бодибилдинга были вполне уместны в отношении Бигрона. Олимпия 99-го года также прошла под знаком упорной борьбы Ронни Коллмана и Флекса Уиллера. Интрига сохранялась до самого последнего момента, и когда ведущий объявил, что серебро достается именно Флексу, эмоций не мог сдержать уже никто. Зал взорвался воскликами и аплодисментами, Ронни просто без сил упал на сцену, а Уиллер демонстративно повернулся спиной к залу и суде. Очевидно, что этот проигрыш дался ему нелегко. После награждения он тут же снял свою медаль, указал на выданный ему сертификат и продемонстрировал свое несогласие с результатами и полную уверенность в итоговой победе. Впрочем, перед уходом со сцены Флекс все же поздравил Ронни с уже вторым титулом. Судьи судьями, но соперничество между ними было упорным и достойным уважения. 2000-й год. Ронни стал еще больше, но по-прежнему совмещал усиленные тренировки с должностью полицейского. Как сказал Колман перед самой Олимпией, «Я готов, все здорово, но черт, мне же уже во вторник нужно быть в полицейском участке». В итоге Ронни обошел и Кевина Леврони, и Флекса Уиллера. На его счету уже три титула. А вот следующий год вновь оказался очень и очень спорным. Джей Катлер, который на прошлое Олимпии стал только восьмым, совершил рывок в духе Ронни в 98-м году и в 2001-м вполне претендовал на победу. Фанаты до сих пор спорят, какая форма Катлера была лучшей. В 2009-м или все же в том самом 2001-м? Как бы то ни было, на предварительных сравнениях за 28-летнего Джея Катлера проголосовали 4 из 5 судей. Соперники за кулисами уже поздравляли его с победой. Джей существенно прибавил и был в отличном качестве, в то время как Бигрон явно выставил свой максимум на Арнольд Классик, а вот в Лас-Вегасе был не в лучших кондициях. Но в финале все резко переменилось, и Ронни Коуман вновь стал победителем. Дискуссии об этом турнире идут до сих пор. Многие уверены, что судьи тогда не просто обокрали Катлера, но и значительно изменили историю. Ведь победи Катлер тогда, в 2001-м, он не пропустил бы следующую Олимпию. Цитата Джея. Для меня находиться на одной сцене и конкурировать с величайшим бодибилдером уже было нечто в то время. У меня тогда была единственная мысль. Господи, я второй на Олимпии. Я был так счастлив. Все мне тогда говорили, что у меня украли титул, но я был вполне горд чувствовать себя величайшей угрозой действующему мистеру Олимпия. Спустя год Катлер был очень хорош на Арнольд Классик, но пропустил турнир в Вегасе, на котором, по иронии судьбы, Ронни вновь не показал свой максимум. Причем мнения судей разделились уже в предварительных сравнениях, борьба была и в финале, но все же Крис Кармье стал третьим, Кевину Левронни с его-то прекрасной произвольной программой досталось только серебро, а Ронни уехал уже с пятым трофеем Сэндоу. Причем в том же 2002-м Ронни впервые за долгое время проиграл. На турнире шоу Силы Про его опередил еще один массивный атлет – Гюнтер Шлиеркамп. Коллман осознавал происходящее, прибавил Катлер, в хорошей форме был Шлиеркамп, не сдавался Левронни, так что нужно было добавлять. Но такого фантастического рывка в массе не ожидал никто. В 2003-м Ронни выставил 130 килограммов в должном качестве и не оставил шансов соперникам. Безусловно, такая массивность, даже монструозность Ронни не всем была по душе, но Коллман заявил новый стандарт, установил новую планку для соперников и взял уже шестой титул. Идем дальше. 2004-й год и новый рывок Коллмана в массе. Казалось бы, куда уж больше, но по слухам, Ронни тогда весил около 135 кило. Так что ни усилия соперников, ни новый раунд вызовов, в котором конкуренты сами выбирали позы, в которых судьи будут сравнивать атлетов, не помешали Ронни пополнить коллекцию уже седьмой статуэткой. 2005-й год и вновь разговоры о том, что Катлер уже вполне мог бы брать титул. Цитата Джея. Я действительно верил в победу, верил, что смогу ее тогда одержать. Я очень упорно трудился, чтобы улучшить свою форму в том году. Поражение было жестким ударом, потому что, опять же, многие пророчили мне победу. Я прислушался к советам, что именно мне необходимо улучшить, добился изменений, так что рассчитывал, что ну этого-то будет достаточно. Но оказалось, что нет. Это было не мое время. Но в следующем году я знал, что выиграл. Я не собирался проигрывать еще раз. Так и произошло. И хотя Ронни твердо заявлял, что Катлеру спустя столько лет попыток уже не победить Колмана, что ему для этого придется заново родиться и так далее, нет. В этот раз судья отдали победу Катлеру. Король умер? Да здравствует король. Хотя, до чего же все-таки субъективен бодибилдинг? Оказалось, немало зрителей, которые даже в 2006 году отдавали уже девятый по счету титул именно Ронни. Говорят, что и Лихей не приложил свою руку. Настаивал на победе Джея, чтобы не был побит его рекорд в 8 побед. Но это только слухи. А по факту, следующая Олимпия уже 2007 года стала пятнадцатой и последней для Колмана. Насрель Санбати еще до турнира говорил, что Ронни не сможет вернуть себе титул. Что, скорее всего, он займет четвертое-пятое место. И дело даже не только в форме. Все зрители, судьи утвердились во мнении, что после стольких лет, что называется пребывание в очереди, пришло время Катлера. Хотя, какой там? Та Олимпия 2007 тоже была скандальной. До сих пор ходят разговоры, как судьи обделили Виктора Мартинеса. Тот же Наср после турнира ставил Джея максимум на пятое место. Но это уже история. А Ронни занял четвертое место и заранее объявил, что эта Олимпия станет последним турниром в его карьере. Он легенда. Восьмикратный мистер Олимпия. Поднимайтесь, друзья. Ну же, это ваш последний шанс увидеть его на сцене Олимпии. Это его пятнадцатый турнир мистер Олимпия. Друзья, поприветствуем. Ронни Колмэн. Ронни, ну что я могу сказать? Ты легенда. Давай выйдем еще раз к зрителям. Ронни, ты легенда при жизни. Восьмикратный мистер Олимпия. Ты один из самых невероятных атлетов в истории бодибилдинга, и фанаты от всей души тебя любят. Я всегда говорил, что мои победы – заслуга Божья. Именно благодаря Господу я смог победить столько раз. Ну и, конечно, благодаря вам, лучшим фанатам в мире. Я благодарен всем зрителям, которые приехали со всех уголков планеты. Я получал от вас множество сообщений, порой сам уже не верил в собственные силы, но все же показал всем, на что я способен. И по правде это лучший турнир в моей жизни. Скажу честно, я один из самых счастливых людей на планете. Я преисполнен гордости и благодарности за то, что столько лет мог выступать для вас на этой сцене. Никогда я даже не предполагал, что добьюсь подобного. Так что скажу одно – у Господа есть план для каждого из нас. И все, все, что вам нужно делать – это верить в себя. Благослови вас Бог. Спасибо, что вы пришли. Да пребудет с вами Господь. Итак, это был специальный эпизод на G.O.B. Channel – обзор всех 15 Олимпий Рони Коллмана. Материал для вас подготовил Андрей Луценко. Если понравился выпуск, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал и следите за новыми эпизодами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!